Всем привет ребята, с вами снова я Хик и в сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о 5 крутых особенностей в GTA San Andreas, о которых, как ни странно, но все забыли или вообще не знали, что они такие существуют. Просто, что бы ни случилось, кому бы я не заходил на стримчик посмотреть, как они играют в GTA San Andreas, они просто не используют эти возможности, которые предоставляет им игра. Им как будто бы это просто не интересно или они не знают, как это применить. Но я считаю, что это чертовски уникальная вещь именно в этой серии GTA. Ну а перед этим, ребята, все те, кто играет в GTA San Andreas мультиплеер, приходите ко мне на резонный RedDrogs, все ссылочки есть в описании, IP адрес там же, регайтесь по моему никнейму, Дэнни Хик, а в качественном левеле вводите мой промокод HIKFEM и получайте крутые денежные бонусы. Халява для вас. Ну а сейчас я вам расскажу о 5 крутых особенностях в GTA San Andreas. Погнали! И первая особенность в нашем списке, это, разумеется, профессия вора. Чтобы ее опробовать, нужно сесть специально для этого фургон. Если вы уже выполнили здание Home Invasion, то вы должны изучить основы правила грабежа. Как только миссия начинается, появляется таймер, показывающий, сколько времени осталось до рассвета. Отправляйтесь в любой жилой район и заходите совершенно в любые здания. Но как только вы пересечите порог жилого жилища, на экране возникает индикатор шума. Бегать, стрелять, биться об стенки и попадаться на глаза владельцам не стоит. В этом случае у вас будет 10 секунд, чтобы покинуть день, прежде чем копы приедут и наградят вас тремя звездами. Тихо кородясь по дому, берите с собой все, что не прибито к полу. Телевизоры, игровые приставки, видеоплееры и другую бытовую технику. Не стоит забывать и про деньги, разбросанные по комнатам. Взяв по одной вещи за раз, тащите добычу обратно в фургон. Теперь можно либо уехать, либо продолжить воровское дело. Когда вы полностью опустошили весь дом, или рассвет уже близко, закончив утром дело, отвезите добро в обозначенный на карте гараж. И помните, чем раньше вы начнете миссию, тем больше у вас останется времени на грабеж. Вот такая стала быть крутая возможность, но к сожалению всеми забыто. Хотя современные реалии нынешнего нашего скоростного прохождения заставляют миссию вора сиять новыми красками. И никому не нужная особенность этой GTA все же заставила комьюнити вспомнить о ней. Обгони петуха, или так называемый триатлон. Бег, плавание, езда на велосипеде, прыжки с парашютом. Такое странное название происходит из-за того, что один из участников забега одет в цыплячью форму ресторана фастфуда Clacking Bell. К тому же соревнования спонсирует эта компания. Неудивительно, что о подобном марафоне знает отнюдь не каждый. Соревнования становятся доступны только после миссии Якобомбом. Триатлон доступен только по выходным с субботы на воскресенье. Для начала лучше пройти миссию медика и миссию вора. Тогда СиДжей не будет уставать при беге и у него будет большой запас здоровья. Также лучше накачать навыки мускулатуры в тренажерном зале до 50, выносливость на 100% и плотно поесть, чтобы полнота была выше 20%. И поверьте мне, бегать вам потом придется очень-очень долго. За это время СиДжей вполне вероятно может и похудеть. И вовсе не добежать до финиша. Итак, триатлоны можно начать в двух местах. Санта-Мария Бич, что является самой короткой из всех доступных триатлонов, их всего два. И Рыбацкая Лагуна в Паламино Крик. Это самая длинная гонка. Примерно время прохождения этой гонки составляет 20 минут. И что самое интересное, если вы вдруг пребудете первым, в первой гонке вы получите 10 тысяч долларов в награду за свое первое место, а во второй вы получите 20 тысяч долларов наличными. Вот такая крутая возможность скрывается в недрах GTA San Andreas. Опять же, это нигде официально не афишируется. Если вы только внимательно смотрите по сторонам, читаете объявления, особенности в Клакинг-белл-ресторанах, там об этом есть вся информация. Но мы идем дальше. Все мы знаем миссию Лоу Райдера, где нужно в такт попадать стрелочками в кружочек. А также подобная мини-игра встречается и в танцах. Например, в миссии Пляж это жизнь за О'Джи Лока. Но мало кто знает, что после миссии Лоу Райдеров и после миссии Пляж это жизнь открываются доступные мини-игры, такие как Лоу Райдеры и танцы в клубах Али Хамры. И потыкать на злощашние стрелочки можно и вне миссии. Для дополнительных мини-игр на Лоу Райдеры вам всего-то нужно подойти к этому НПС и сказать о том, что да, вы хотите участвовать в Лоу Райдерах. Помимо всего этого, во-первых, у вас там будет совершенно другая музыка из трех доступных, зависит от того, насколько вы будете выигрывать эти соревнования, а также совершенно другие движения. И абсолютно аналогичная ситуация происходит и в мини-танцах. Вам всего-то нужно подойти в клуб Али Хамбра, зайти на красную метку и начать танцевать. И самое интересное здесь то, что, во-первых, по мере прохождения первого танца у вас открывается второй танец, по мере прохождения второго танца у вас открывается третий танец и самое главное, меняется к этому танцу и музыка. Ну и партнеры, разумеется. И следующая наша особенность, я так ее называю, игра в игре. В клубах, в барах, в магазинах часто стоят игровые автоматы. Подая к ним ты можешь сыграть в одну из четырех аркадных игр. На выбор всего четыре доступные игры, прям масштабные, полноценные. И в каждой из них ваша цель набрать максимальное количество очков, чтобы выявиться в топы. Не знаю, как вы, но я вообще не видел человека, который когда-либо играл в подобные мини-игры. Возможно, он вообще о них не знает, что они такие есть. Кто знает, глядишь в подобных мини-играх и скрывается какая-то тайная пасхалка, как это Сандрис, которую еще до сих пор никто не открыл. Потому что все в этом просто забыли. А ведь так обидно, разработчики-то старались ввести в игру мини-игру. Прекрасно. В Сан-Адрис немало баскетбольных площадок. На многих ты увидишь мяч, лежащий прямо на земле. И да, черт возьми, это сделано не просто так, ведь у тебя есть возможность поиграть в полноценный баскетбол. К сожалению, только в соло. Кроме того, СиДжей может выполнять с мячом некоторые трюки. При нажатии левой клавиши мыши или левого контрол, он покрутит мяч на пальцы, а с помощью пробела перекатит его через плечи. Очень клевый мув. Это что касаемо маленьких кортов, где ты можешь просто побросать мячик в корзинку, вот и все. А есть также на карте Сан-Адрис и большие корты, где ты можешь устроить полноценные баскетбольные соревнования. Красный маркер будет появляться в различных зонах площадки, это означает, что ты должен попасть в кольцо именно с этой точки. После удачного броска маркер появляется и в другом месте. Когда время, отведенное на броски, исчезнет, состязание закончится. Но ты ничего не получишь, к сожалению. Не знаю, возможно, если бы рокстаровцы добавили еще командные баскетбольные баталии, то, глядишь, баскетбол пользовался бы особой популярностью. А так, раз-два и забыл. И, к сожалению, так можно сказать абсолютно обо всех возможностях, которые были в данном видеоролике, ребята. Кто-то знает абсолютно о всех этих возможностях, кто-то вообще в первый раз слышит, например, о Триатлоне, как я, например, в свое время. Это, блин, чертовски крутые возможности. Но, к сожалению, ими мало кто пользуется. Но я думаю, после данного видеоролика вы немножко пересмотрите свои взгляды на те или иные вещи и попробуйте все-таки пройти хотя бы пчелку, блин, до максимального уровня и посмотреть. Может, действительно какая-то пасхалка, и я не просто говорю об этом. Ну, а на этом все, ребята. Спасибо всем вам большое за просмотр. Ставьте лайки под роликом. Подписывайтесь на канал. У нас 100 тысяч. Я вас всех с этим поздравляю. Это очень круто. И пишите в свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Напишите, да, например, что вы, например, все знали об всех этих возможностях. Или наоборот, что, о, а я об этом не знал. Как круто. Пойду пробовать в игру, что это вообще такое. Играйте в GTA San Andreas. И всем пока.